Да, ну понятно, Запов он бывший одноклассник этого, да, да, ну к тому времени «Капитан Бибхард» уже был достаточно известный шоу был Это вот третий альбом, про который ты рассказал, где первые два альбома, первый был попсой, очень хороший, очень качественный, супер, второй был такой странный уже, он уже был такой супер странный Оторванный, да, 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 вот который, ты мне его куски ставил Термин «outsider music» это типа люди, которые не прижились в обществе Подпольный как бы музыка, ну Не подпольная, а такая, типа другая просто Да, да, аутсайдер, я понял Чувак вписался в общество и в тему Вне официального, общественного, вне музыкального сообщества, аутсайдер Да, ну короче, личность «Капитан Бибхард» была супер доминатная, ну такая доминатная Он, короче, типа, ну от него там крутые ушли, он, короче, оставался такими, которые, блять, либо как я делал, либо никак То есть, короче, все идите нахуй Да, я даже сегодня читал тоже Вот, у него был дом Ну это люди, корни Вот Он, короче, типа, нашел вот этих чуваков Которые были, значит, младшие, ему было примерно 33 А им по 17 ты говорил тогда, да? Типа по 20 Вот И они были, в принципе, довольно талантливые Угу Ну они были, не известные вообще Но они были крутые, ну, виртуозные такие Ну достаточно Вот И, короче, он их не выпускал нихуя из дома, точнее, там кто-то ездил по еде Да-да-да Ну он заточил в плен тюрьму сделал Он дико, как бы такими ментibtами он дико ментально подавлялось Ага. То есть, короче, была атмосфера полной психологической, такого безумия. Вот. Эти чуваки, они... Ну, как? Ну, типа, они были, как рабы. Вот. Короче, он их никуда не выпускал. Там, по-моему, они пытались сбежать, короче. Ну, так, прикольно, как в голливудском кино, короче. Он пытался сбежать, но, типа, возвращал обратно. И такая... Ну, все это, естественно, было с согласия ЗАПы тоже. Да, это понятно. То есть, ЗАПа был, как бы, кореш, он такой... Сумасойте. Ну, типа... Соучастник. ЗАПа уже оценивают людей, как, что они талантливые. Самое главное. А, типа, если они хуёвые люди, ну, это не так важно. Угу. Да, он был тираном тоже в плане дисциплины. Он был очень тиранично. Это клево. Ну-ну, а он был что? Бифхард был хуёвым? Да. Ну, по сути, да. Не очень. Вот. Ну, блин, хотелось бы, конечно, не пересесть, но все это даже не нормально. Вот. Ну, короче, я, типа, все минуты писал сам. Там, причем, там особо не было никакой ритмической структуры. То есть, там были рандомные фрагменты, которые он, в принципе, наиграл сам на пиане. Хаотичные. Ну, не понимаю, разницы между черными и белыми штуковидными. Ну, такое. Он на собранном саксофоне играл, там, напевал. Не умея играть, он пытался мелодию, короче, которым нужно достичь. Какие? И это, и другие кто-то, вот, кто с образованием музыканта, они уже из этих кусочков пианинных делали песню. Ну, у него было супер непредсказуемое поведение. То есть, иногда он говорил, типа, ну да, так, немного лучше, иногда он говорил, типа, ты здесь никто, играй в точности, как бы, сейчас. Мои идеи авторские. Да, ты творца. Ты должен понимать, куда ты попал. Вот, соответственно, нормальных классических позиций там не очень много. Не слишком побачивать. Он был гитариста Дага, не помню фамилию, который играл на предыдущих альбомах, а они там записали одну песню с ним. Можно чуть-чуть быстрее идти? Ноги размять просто, да, потому что они уже медленно ходили. Ну вот, то есть, как бы... И Даг вот это, что он делал? Он просто с ним был на предыдущих альбомах, поскольку он, какие-то сумасшедшие, он, типа, слипы не был, но он просто одну песню пришел и записал. В третьем альбоме в этом? Да. Угу. Вот. Ну а так вообще и баспорт, и барабан, и все написал бюхард. На пианино? Да. Больше всего он, кстати, угнетал барабанщиками. Подожди, это все в английской википедии написано в статье? Я тебе говорю просто с ума сойти, да. Нет, ты можешь, да, вот какие-то покидать. Я даже самостоятельно на русский переведу, потому что ничего подобного, даже части того, что ты сказал, нету на русскоязычных вещах. И там именно все написано, знаешь, с самого дела. Записали, записали в таких-то комнатах в таком-то году. А не было проблем ни одного слова, не было про то, что он унижал. Ну вот. Я вообще не сюда пришел. Будь добр, пожалуйста, сегодня пришли. Реально вот эту... Ну не сегодня... Нет, не википедию, а какие-то разные, как ты говоришь, источники. А, хорошо, но в википедии сейчас есть проблемы? Пару слов хотя бы. Я читал, у меня была книжка на 700 страниц, которую написал этот барабанщик, например. А где сейчас она? Дома на ленте. А, на английском? Да. Ааа. На русском ничего нет, блин. Понятно, а дальше расскажи, если есть что рассказать. Ну, потом они, значит, это все записывали за... За шесть часов или восемь. За день, по-моему, да. Да, да, за одну сессию. Потому что репетировали там месяца... Да, все эти чуваки играли идеально, блин. Они все играли, все вот эту хуйню идеально. А ты еще говорил, что они что-то подмешивали во время реп, а они не знали, что... Это у меня я не помню. Ты говорил, короче, такую штуку, я хорошо запомнил, что он какие-то психоделики им подмешивал в еду, но не говорил об этом. Может быть. И чтобы они, типа, чтобы как бы подсластить четко отрептированную вещь, а они не понимали, почему все разваливаются. Ну, ебнутый гений, короче. Просто альбом генеральный. А что-то рассказывал, знаешь, что... Сейчас скажу по порядку. Вот я сегодня читал, что... Запа... Не, не Запа. Ну, что Запа, да, с ним вместе записывал, собственно. Запа деньги платил, да. А, про это я ничего не был такого. У меня этого не описано, да. Но там было просто, что Запа, короче, помогал. Ну, вот. И там свое... Он был продюсер, а не был звукач. Да, он... Короче, когда... Бифхард, уже после того, как все инструментал записали, только после этого он сел там на сколько... Ну, допустим, месяц подряд записывал голос. Но из-за того, что он слушал... Ну, наушники были на плечах. Да, да. Он не слушал нихуя музыку. И они... И поэтому... Рассинкронизировано было. Ты мне это объяснял тем, что... Я сразу твои слова вспомнил, что Запа, якобы, очень громко однажды врубил наушники. Он такой, короче, стрельпинулся. После этого боялся надевать их. Я не помню. И в одной из песен он, короче, только говорит... Ну, это попало на альбом. Ага. Он говорит, мне нужно вернуться к работе. Запа говорит. А почему он сказал вернуться к работе, если они и так записывали все? Потому что... Ну, потому что... Что-то было не так. Запись закончилась, и они начали страдать хуйню. А, я говорю, во время перерыва, да, они... Это не пережив. При этом запись шла. Но музыканты просто хуйню страдали. Ну, разыгрывались там, баловались, да. Поигрывали. Понятно. Песни записали. Да, песни записали и просто отдыхали с инструментами в руках. Да, да. Вот, а Запа говорит, вернемся к работе. Да. Все понятно. Это вся история? Ну, в принципе, да. Гениально. Я очень рад, на самом деле. Жалко, что повернуть нельзя... Смотри. Обратно, чтобы камера снимала нас с тобой, а не асфальт. А вот это? Нет. Это фото. Странно, а как повернуть камеру? Сейчас. Давай вот так вот сделаем. Здрасте. Вася. Это Тёма. А это Вася. Вася. Вася.